Это поддержание и выполнение своих семейных и общественных обязанностей. Это есть семейные обязанности. Жене надо улыбаться, прощать ее, ее капризы терпеть. Мужу надо кивать вот так. Он чувствовал, что он чиф. Чиф, значит, начальник. Есть такой мультик про бородиху. И муж постоянно прилетал, говорил, чиф ли я, чиф ли я. На, чиф, чиф. То есть есть обязанности. Каждому человеку надо давать чувство комфорта близкому. То есть женщина должна чувствовать, что она самая лучшая. Мужчина должен чувствовать, что он самый главный. Это одно и то же, в принципе, но по-разному. Поэтому вот надо это делать. Это называется семейные обязанности. Также надо поддерживать семью, чтобы она жила, без штанов не осталось. Некоторые люди устремляются в духовную жизнь. Семья остается без штанов потом. Это неправильный способ устремляться в духовную жизнь. Итак, жизненно важные цели поняли? Это не главная цель в жизни. Если их ставить в главную цель, то тоже все рушится в жизни. Например, у меня был один знакомый в Тольятти, который постоянно думал о том, что он морщ. То есть он закаливался, плавал в этой ледяной воде. И он, правда, много плавал. Мог по час в проруби быть, по часу там. Все там на секунду залетели, вылетели. А он такой там сидит, ну что, сынки. Такой же, лет 55 он был. Вот. И летом, когда пришла жара, он умер от инфаркта. Причина смерти – это то, что он морожевание поставил высшей целью жизни. Понимаете? То есть он начал в это сильно погружаться. Понимаете, высшая цель в жизни – это такая штука, которая бесконечность, тянет в бесконечность. И если, допустим, ты женщину полюбил, высшую цель в жизни поставил, она это будет тянуть в бесконечность. То есть ты будешь погружаться в эти отношения, а человек это выдержать психически не может. Ты же совсем с нее силы, и она сколько тебе их отдаст? Понимаете? Так же и вода тебе не даст все, что тебе надо. Понимаете? То есть идея в чем заключается? В том, что только Бог и Божественное может нам бесконечно увеличивать силы, а мы души по природе, мы бесконечны. Нам все больше и больше надо. Мы не можем остановиться. Если дом поставит целью жизни, один построил, дальше следующий хочется уже. На этом уже остановиться невозможно, потому что человек не может насыпиться. Душа по своей природе бесконечна. Она хочет все больше и больше. В душе духовное время действует, все возрастающее счастье. Душа хочет все больше счастья, не может остановиться. Надо все больше. А время материальное старое человека, его возможности уменьшаются в результате. В этом проблема. Но душевные возможности никогда не уменьшаются. Поэтому надо душевные цели ставить высшими, чтобы соответствие было, чтобы ты никогда не чувствовал нехватки, недостатка. Дальше. Продолжение следует.